Я забыл, как называется, но вот это в «Легче notes in mathematics» есть старый довольно тоник Мэя, там в Телеграме, это та же самая ссылка, которая была в чате в Телеграме приведена, где, собственно, распетливание Мэя обсуждается. Вот, ну, значит, наверное, есть еще много ссылок, и какие-то из них я буду, значит, приводить, и все это я буду для вашего удобства сам постить в этот самый наш Телеграм-чат, не беспокоясь о копирайтах. Вот, значит, теперь насчет экзамена, ну, я так понимаю, что какая-то имеется предварительная договоренность, и я только не знаю, какой дедлайн для того, чтобы как бы зарегистрироваться, но вот то, что для меня важно, это то, что я хотел бы, ну, знать за какое-то время, там, за месяца два до конца, до сессии хотя бы, как это, ну, сколько людей записалось, да, там на экзамен, ну, на курсе, чтобы сдавать экзамен, потому что от этого зависит форма экзамена, например, если немножко людей, то это будут доклады, там, какие-то, как в прошлом семестре, когда было немножко, если там людей больше, тогда придется делать какой-то прям письменный экзамен, я не знаю, вот. Хорошо, значит, ну, плюс есть Telegram-чат, значит, через который будет осуществляться все общение, которое как-то называется «Операты-чат», если я правильно понимаю, вот как-то так. Вот, я, значит, если кто-то, кому интересно, еще не подписан, то подписывайтесь, но я думаю, что все уже и так подписались. Если не знаете, где этот чат, кого угодно спросите, да, вас подпишут. Вот, значит, теперь, что такое, в принципе, операты, ну, это вещь, на самом деле, очень простая, в принципе, то есть это, как бы, некоторый способ кодировать. Вот у нас есть алгебраические объекты, на которых есть какие-то операции, например, вот есть просто векторное пространство, на нем есть какие-то такие базовые алгебраические операции, вот, ну, они как бы не являются такими вот нелинейными, да. То есть вещь сейчас идет про нелинейные такие операции, например, вот, простейший пример – это ассоциативная алгебра. Вот. То есть вот на пространстве В на пространстве В. То есть у нас дано векторное пространство В, и вам нужно сказать, что вот на В можно сделать структуру ассоциативной алгебры. Вот. Ну, и все прекрасно понимают, что это такое. Это значит умножение из В на В, В, там, с единицей, возможно, которая строго ассоциативна, да. Вот эта вот строгая ассоциативность, она пишется таким образом, равняется M на M на identity, да. Но тут только identity первого аргумента, а тут, соответственно, третьего. Ну вот, и на самом деле вот подобного, тождество подобное этому можно кодировать в операдах. То есть я дам некую систему определений сейчас очень быстренько, которая как бы приводит к тому, что сказать, что у меня на пространстве В есть структура ассоциативной алгебры, это все равно, что сказать, что у меня есть морфизм операд, вот эта вот некоторая операда, вот, которую я определю, конечно, в некоторую операду МТВ. Это тоже операды. Ну вот, и подобным образом можно описывать, на самом деле, совершенно всевозможные алгебраические структуры, где у нас тождества своего рода алгебраические из N в 1. То есть если у нас есть как бы операции типа из N в 1, да, из N в 1, которые там удовлетворяют каким-то алгебраическим соотношениям, ли там, пласоновая операда, коммутативная операда, то все это можно вот через, ну, в смысле алгебра, то все это можно через операды, значит, описывать. Вот. Хорошо. Значит, есть пример, вот, как бы, примеры, ну, во-первых, чего нельзя описывать через операды. Это когда есть операции из N в N, вот, какие-то такие страны, когда у вас тут больше, чем один выход, N в N больше единицы, тогда нельзя. Еще нельзя описывать, значит, такие структуры, когда у нас есть, например, обратный элемент, например, группа. Вот не существуют операды группы, да, то есть вот, потому что есть, ну, казалось бы, в группах примерно то же самое, но вот есть еще обратный элемент, то есть и там из G в G, да, который X переводит в X минус первое, вот это уже таким образом не получается описывать, но для таких вот, но с другой стороны тут все равно операции из N в единицу, и для таких вот вещей у нас есть, значит, понятие монады, которое мы все равно будем рассматривать, потому что оно играет важную роль в этом самом деле распетливании Мэя. То есть вот это вот можно, монада, то есть каждая операда приводит к монаде, но не наоборот. И вот группу можно описывать через монады, как алгебру над монадой, ну, вот из-за того, что есть обратный элемент у всякой мазики. А если, например, у нас монад, что вы говорите? Ко-алгебру можно через либо как ко-алгебру над операдой, либо как алгебру над ко-операдой, то есть, ну, потому что ко-алгебра, когда из единицы в N, это очень похожая ситуация, это можно, конечно, сделать. Вот, а если у нас есть монад, то есть это значит множество, на котором есть умножение, как вы знаете, только нету обратного соединица ассоциативно монет обратного, то тут уже есть, значит, операда. Причем, на самом деле, примерно такая же операда, как вот операда ассоциативных алгебр. Вот, значит, теперь, да, вот, значит, моя задача это определить, как бы, в общем случае, что такое операда, определить вот эту вот операду end и от чего-то v, и, значит, объяснить, почему вот это тоже самое, на каких-то примерах, почему это то же самое, что вот алгебры такого типа на пространстве v. Вот, теперь есть еще, это не обязательно, речь идет о векторных пространствах, то есть, на самом деле, вот в этих примерах у меня, ну, вот v и все эти структуры, ну, кроме группы, которая на множестве, и моноида, но вообще говоря, вот видите, у нас уже появились векторные пространства, появились множества. На самом деле, это может быть любая симметрическая моноидальная категория, вот, в которой у нас симметрическая, ну, вообще замкнутая, то есть, должен быть, как бы, внутренний холм для того, чтобы... В общем, на самом деле, вот то, что я сейчас говорю, если это непонятно, то это не обязательно для понимания дальнейшего, это просто, я быстренько скажу, симметрическая моноидальная категория m, вот. Вот, ну и, собственно, примеры, которые нас будут тут волновать. Ну, в какой-то момент мы дадим определение, но прямо сейчас это неважно. Это значит m равно set, множество, моноидальное, это значит, что есть там бифунктор m умножения, m на m в m, вот, и для множества это, соответственно, декартовое произведение множеств, потом есть m равно векторное пространство над полем. Ну, понятно, что это тензорное произведение. Это значит, тут декартовое произведение, тут тензорное произведение. А там есть чуть-чуть более общая история, это когда у нас комплексы над полем или градуированные векторные пространства. Вот, и тут, на самом деле, есть некоторая хитрость, потому что вот хитрость в том, как я определяю вот эту симметрию, потому что в одном случае у меня, вот, ну, если у меня как бы, ну, вообще, если у меня есть градуированные векторные пространства, то определять симметрию можно, то есть, как бы перестановку. То есть, симметрия, это значит, что я должен определить вот такой вот канонический там некоторый оператор, вот, который дофункториален, бифункториален. И вот если я рассматриваю, ну, просто векторные пространства, то это совершенно понятно, что такое, да, он, ему нужно определить таким образом. Вот, а если они градуированные, например, если это комплексы, то я могу, на самом деле, забыть про градуировку и определить его точно так же. А второе, это я могу вот этот симметрический оператор определить таким образом, вот я напишу тут I и G, переходят в минус единица в степени I, G, W, G, V, I, где W, V, I принадлежит V, I, а W, G принадлежит V, G. То есть, если это I, то I, то I, то я градуировка, и, в принципе, вот это тоже является симметрическим брендингом, то, что называется, вот. И мы потом поговорим, просто я хочу сказать, что на самом деле все знаки, которые есть там в разных математиках, которые работают с комплексами, например, вот, они на самом деле все закодированы вот в этом вот одном знаке, который происходит из вот этого, как бы того, как я определяю симметрический брендинг на этой категории. Вот, ну и последний пример, это все равно патологические пространства, но и тут, конечно, произведение атомпологических пространств является значительным произведением. Вот, ну и то, что она замкнута, это на самом деле означает, что, ну, означает, что вот я хочу, чтобы у меня был внутренний хом, и иногда, в принципе, это используется даже довольно часто. То есть, это означает, что вот есть такая, как бы, формула, вот, вот где вот это, вот это некоторый внутренний хом, то есть, это тоже, там, элемент этой самой Лен. Вот. Ну, давайте мы потом будем говорить об этой аксиоматике, говорить, потому что сейчас это не важно, потому что держать в голове любое из этих примеров, для которого все, в общем, довольно понятно, является абсолютно достаточным и адекватным нашим целям. Вот, давайте теперь, значит, зададим, ну, определение, что такое. Что? Сейчас, сейчас, что вы видите? Произведение топологических пространств. Но если у вас базированные топологические пространства, то смеш, а если небазированные, то декартово. Раз бывают базированные, с отличными точками, тогда смеш. И смеш, насколько я понимаю, тоже является декартовым в этой категории, то есть, в смысле, является категорным произведением. То есть, на самом деле, это не конструкция из головы, а это просто вот бывают категории, в которых есть, например, произведения или прямые произведения, или прямые суммы. И если вот у вас, допустим, с одной стороны категории… Что? Не просто будет, ну, как обычно, декартовые точки отмечены. Вот… С отличной точкой, да? Ну, ладно, на самом деле, сейчас. Ну вот, да, действительно, если отмеченная точка, то оно так определяется. Но, наверное, это чем-то будет плохо. То есть, я думаю, что, по крайней мере, вот у этой, вот как вы говорите, у этого не будет внутреннего хома, который переводит там отмеченную точку в отмеченную точку. Да, то есть, вот… В общем, я так понимаю, что довольно необходимым условием является брать вот это вот, если вы хотите внутренний хомпак. Да, смеш-позведение, да. Ну, да, то есть, ну, вот видите, меня поправили. Хорошо. Вот, значит, теперь что такое операда, определение, да? Вот, ну, давайте я сначала скажу наивное определение, то есть, в самых, вот, без всякой техники, наиболее естественным образом данное. Вот, у меня есть последовательность. Ну, операды, во-первых, бывают симметрические и несимметрические. И несимметрические. Бывает еще вот то, что я, наверное, сегодня в конце начну говорить, это бывают еще n-операды. Но это как бы между ними. То есть, вот между ними вот есть симметрические, есть несимметрические, это два экстремума, а между ними бывают вот n-операды. Это операды, в которых частичная симметрия. Вот, значит, ну, у нас есть последовательность O от N вот нашей вот этой категории, то есть множество векторных пространств, комплексов топологических пространств. Вот, если она несимметрическая, то это является, значит, просто вот некая последовательность при n. Ну, можно говорить больше либо равно нуля, можно говорить, ну, лучше больше либо равно нуля, но, в принципе, вполне можно ограничиться случаем, когда n больше либо равно единице, когда нету нулярных операций. То есть, можно и так, и так. Это значит, несимметрическая. Вот, а если симметрическая, то у нас есть еще действие симметрической группы от n аргументов на вот это у от n. Это значит не симметрическая, а симметрическая это значит сигма n действует на у от n при каждом n. Вот, и в принципе, значит, это называется симметрической последовательностью. То есть вот определение заключается в том, что, значит, последовательность у от нуля, у от единицы и так далее, где сигма n действует на у от n, называется симметрической последовательностью. Вот, теперь, значит, структура операды. Ну вот, несимметрической операды никакой нету действия симметрической группы, поэтому, по крайней мере, уже определение отдать намного проще. Давайте я начну с несимметрической, потому что, на самом деле, единственное новое, что получается в симметрической, это более сложные формулы из того, что я должен немножко там спокоиться о действии симметрической группы. Вот, значит, что такое несимметрическая операда? Это вот на вот этих вот о от n у меня есть отображение, вот, n1 и так далее, о от nk в о от n1 плюс nk. Вот, для любых, соответственно, ну, k и n1, mk. Вот, то есть это, соответственно, можно интуитивно себе… оно должно удовлетворять некоторым аксиомам, которые я прямо сейчас сформулирую, но давайте вот до того, что я сформулирую эти аксиомы, я скажу, какой интуитивный смысл этого дела. Значит, интуитивный смысл, что вот это вот о, оно k, оно кодирует все k-операции с k-аргументами на некотором универсальном алгебраическом объекте, который я рассматриваю. Например, вот если у меня операда ассоц, если я имею дело с ассоциативными алгебрами, то вот это вот о от k должно быть равно как бы множеству или векторному пространству, как хотите, а лучше векторному пространству, наверное, которое кодирует, значит, всевозможные универсальные операции, универсальные, значит, которые есть в любое ассоциативной алгебре, то есть, значит, свободные как бы, да, с k-аргументами. Ну, какие у нас есть с k-аргументами операции в ассоциативной алгебре? Мы можем их перемножить еще в любом порядке, да, то есть, на самом деле, таких операций k-факториал штук, то есть, это векторное пространство, порожденное k-факториал аргументами, вот, но в общем случае это будет какое-то другое пространство. Но вот то, что я сейчас хочу сказать, что вот это означает, что у нас вот этот вот кружочек, это означает некоторая универсальная операция, а теперь мы можем как бы в эти аргументы, вот здесь у нас сидит k, тут n1, n2, это будут, значит, другие соответствующие аргументы, универсальные операции, и вот эта вот композиция, грубо говоря, говорит, что мы можем компоновать эти операции, то есть, вот мы можем взять универсальную вот некоторую карную операцию в ассоциативной алгебре, то есть, как мы выяснили, произведение в каком-то порядке, и теперь в каждый аргумент подставить еще свое произведение от каких-то других аргументов, и в результате у нас получится, значит, некоторая такая универсальная операция, которая уже задана на группе zn1 плюс nk аргументом. Вот это, собственно, имеется в виду, да? То есть, значит, вот картинка, которую надо держать в голове, она такая. Теперь я, значит, перейду к аксионам. Значит, во-первых, у нас есть identity, которая принадлежит u от 1. Ну, то есть, это, значит, операция, которая с одним аргументом, вот, и утверждается, что само пространство таких операций, оно может быть, на самом деле, довольно большим, но в этом пространстве должна быть тождественная операция, которая просто ничего не делает, оставляет себя без изменений. Вот, и, значит, это identity должно удовлетворять двум условиям. Значит, первое условие, значит, как это все дело написать. Значит, первое условие это, значит, я вам сейчас скажу. Значит, давайте я сначала напишу это картинками. Вот, значит, картинка это вот тут первая, она такая. Тут некоторая операция альфа. Вот, вот это равно тому же самому, что альфа. Вот, а вторая картинка, значит, вот такая, что у нас есть альфа. Вот, у него есть свои аргументы. И теперь, если мы в каждый аргумент здесь подставим эту identity, то у нас тоже получится альфа. Вот. Ну, значит, давайте мы попробуем это написать. Сейчас, значит, для первой. Что, да, объект, объект это. Это, да, это, значит, объект. Спасибо. Вот. Ну, значит, написать это надо так, что вот для вот этого, вот давайте это будет первый случай, это будет второй. Вот, для первого случая k равно 1. И, значит, тут у нас получается, что... Давайте я вот это дело каким-то образом буду обозначать вот таким m, например. Вот это вот произведение. Вот, и, значит, m, ну пусть будет m k, что ли, да? Вот, тогда, значит, я напишу, что m от 1, где первый аргумент это identity, а второй, некоторый 1, любой совершенно, равно psi, где psi u от k, да? u от l. Вот. А второй случай — это любое k больше равно 1. и то, что, значит, здесь это такое, m k, значит, тут будет psi, а тут будет identity, 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 значит, k раз равняется psi. Вот, это, значит, два условия на единицу. Есть еще, естественно, условия ассоциативности, которая, грубо говоря, говорит, что если вот у вас есть диаграмма трехуровневая такая, вот, еще раз, psi, она лежит, значит, в от k, извините, да. То есть это вот такой случай, тут k равно 1, это соответствует вот этому случаю, а тут вот это, это, значит, psi. То есть это вот psi, это наша альфа, это вот такое psi. Да? Понятно? А, да, 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 сейчас, 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 нет, psi лежит о, где? В этом случае? Да, да, да. А это l. l, да, 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 нет, нет, это не, нет, это l, нет, 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 здесь имеется в виду, что единица равно в первом случае k, то есть вот здесь один аргумент только, в identity, а здесь у меня k аргументов. То есть у нас вот для каждого k существует вот такое вот произведение. Оно тут имеет индекс k, если я делаю подстановку k операций в некоторую k-рную операцию, вот. И в этом смысле, в этом, в этой акционе k равно 1, а в этой k любое. И вот нарисован их геометрический смысл или алгебраический. Вот, ну и, значит, есть ассоциативность. Вот, ну давайте, я не знаю, ассоциативность это примерно, значит, такая вещь, что я, это как бы история про то, что я могу рассматривать теперь вот не двухэтажные такие вот картинки, а трехэтажные. То есть я, наверное, все-таки совсем формулу не буду выписывать, но я объясню, о чем идет вещь, конечно. Вот, значит, вот, то есть у нас теперь есть такая триарная, что ли, операция. То есть не триарная, а триуровневая. Вот, то же самое тут. Вот, и тогда, собственно, то есть вот что у меня есть в данных? Есть вот, значит, некоторое, давайте напишем, psi, которая O от K, которая тут сидит. Теперь, значит, вот здесь есть psi 1 O от N1. Вот, и тут psi K O от NK. Вот, а теперь я могу еще, соответственно, здесь, значит, написать какие-то psi и ТЖ-Т, да? То есть вот здесь будет psi 1, 1, psi 1, 2, psi 1, 3, psi 2, 1, psi 2, 2, ну и так далее. Вот, которые тоже имеют соответствующие нести. Допустим, psi и ТЖ-Т, оно там принадлежит O от какого-то л и ТЖ-Т, да? Вот, ну и, соответственно, такую диаграмму я могу собрать, то есть я могу взять ее композицию и, вот, используя только вот это M мое, да, я могу взять ее композицию, и композиция будет принадлежать от суммы всех вот этих L и T житая. Сумма L и T житая, да, по всем и житая. То есть, вот, акность будет равна вот этому вот количеству, как бы, входов вот этой диаграммы. Я могу это сделать двумя способами. То есть, есть два способа принципиально разных. Значит, первый способ — это я сначала беру вот это вот M верхнего уровня, да, то есть вот я применяю тут эту вот операцию Mk. Значит, на выходе этой операции Mk я получаю, соответственно, некоторое там пси-штрих, которое принадлежит O от, значит, соответственно, M1 плюс Mk. И вот это пси-штрих, оно равно, соответственно, M от пси Mk. Мk от пси, и вот эти вот пси-1, пси-k. Вот, ну и все. У меня есть, значит, некоторый пси-штрих, в который M1 плюс Mk этих самых аргументов. И я теперь могу в это пси подставить соответствующие аргументы, которые у меня на нижнем этаже живут. А именно я могу взять теперь M, и я буду писать пси-2 штриха, равняется, значит, Mn1 плюс Mk. Вот, тут я напишу пси-штрих, а тут я напишу все мои вот эти вот пси-ит-житы, да, которые у меня стоят на третьем уровне. Ну и это будет вот этот пси-2 штриха, он, соответственно, принадлежит O от суммы L и T жит. Да, очевидно. Вот. Ну, это на самом деле не единственный способ это сделать, потому что то же самое я могу... Понятно, да, что тут написано, я думаю, да? Да? Вот. Но то же самое я могу сделать другим способом. Я сотру вот эту вот рамочку, вот, и нарисую вот такие рамочки. То есть вот нарисую одну рамочку вот здесь, одну рамочку вот здесь, одну рамочку здесь. То есть я начну как бы не сверху, а снизу. То есть первым делом я... Да, конечно. Почему рисуем где-то перевернутым видео? Вот, вы знаете, я что-то... Потому что вот на самом деле, когда я буду правильно пиратов говорить, я их рисую в этом самом перевернутом наоборот. Вот. Я совершенно не знаю. Наверное, это связано с тем, что я как бы, ну, люблю интерпретировать вот эти штуки как аргументы. Но когда у вас аргументы, то они обычно как бы снизу идут вверх. Ну, как слева направо. Это чистая условность. Можно справа налево, если вам будет. Это как бы некоторые аргументы, и я просто как бы держу в голове, что у меня движение идет снизу вверх. Если вы хотите, чтобы движение шло сверху вниз, то это ваше право. Но на самом деле, это просто некая традиция. Но вот в анапиратах тоже такие же... Ну, не совсем такие, а то, что называется, уровневые деревья. Ну, не совсем такие, да. Вот их рисуют, наоборот, сверху вниз. Это тоже некая традиция. Ну, в общем, я не знаю. Ну, по крайней мере, не является ошибкой, если, естественно, делать по-другому. Сейчас, секундочку. Попытаюсь туда что-то достать. Ага, конечно. Да, псих-штрих, у него аргументность, вот это количество входов называется аргументность. У него аргументность N1 плюс NK, да, плюс-плюс NK. Вот NK здесь? Да. Ну, это означает, что K аргументная композиция. Вот здесь у меня как бы K аргументов, которые я подставляю в ПСИ. Вот когда у меня K аргументов подставляется в 1, вот это называется NK, вот эта композиция. То есть композиция у меня обозначается M. Вот здесь, например, будет MN1. Вот здесь будет MN2. Когда я подставляю, соответственно... Понятно, да? Ну, просто обозначение, когда у меня вот есть тут K аргументов, я вот это вот отображение называю NK. А мы вернемся, мы сейчас вернемся, да. Просто давайте сначала с этим разберемся. Вот, значит, смотрите, теперь, да, второй вариант, ну, я не знаю, стоит ли это все писать, но давайте я напишу все же. Значит, вот здесь. Вот здесь. Так. Так, вот, значит, теперь вот что я имею в виду под второй композицией. Я беру, давайте напишем, давайте я какое-нибудь лучше другое фи буду писать, да? Значит, фи 1 равняется n1 от, соответственно, вот того, кто стоит вот в первой рамочке. То есть тут первый аргумент это будет фи 1 и потом фи 1 и, вот, то есть вот эти, которые стоят тут, вот, это принадлежит, соответственно, O от L1 1 плюс L1 n1, насколько я понимаю, да? Да, вот, те L это вот арности вот этих, это L1 1, это L1 2 и так далее. Нет, но это вы берете вот это то же самое, что у вас есть ассоциативное произведение, оно берет два аргумента и перемножает. А теперь вы берете три аргумента. Вы сначала перемножаете первые два, а потом произведение перемножаете с третьим. Здесь делается то же самое, только тут аргументов, в принципе, не два, а больше. Вот первое произведение, оно берет вот это и какие-то вот эти вот второго уровня, да? И оно их перемножает с помощью МК. То есть мы теперь, у нас операция имеет больше, чем два АК. Псиштрих, вот это? Да, то есть псиштрих равно, да? Да, псиштрих равно вот тому, что, значит, вот это вот равно псиштрих. Да, я могу, в принципе, ну да, я могу подставить вот этот вот псиштрих сюда, просто я его короче, более коротко написал. Псиштрих это вот вот оно, там, это вот то, что у меня получается после того, что вот я на первом уровне беру композицию. Нет, ну теперь это пси-2 штриха, нет, тут же два штриха. Да, да. Вот, извините, я понял, понял. Вот, значит, смотрите, пси-2 равняется ММ2 от пси-2, и тут, значит, пси-2 и и так далее, что принадлежит О от L2-1 плюс L2-M2. Ну и, соответственно, так далее. Тут у меня будет, в конце концов, пси, ой, то есть фи-К, да? Которая равняется М, значит, МК, тут будет пси-К, да? Так понимаю. Сейчас. Да. Сейчас, что-то я тут написал. А, нет, все правильно, да, кстати. Пси-К, а тут, значит, пси-Ки, да. Вот так. Вот, которая принадлежит О от LK-1 плюс LK-MK. Сейчас, значит, по-моему, я тут все написал правильно. Да, вот, значит, у нас получаются вот такие вот фи, которые получаются, если мы начинаем с нижнего этажа, да? Вот так вот. А теперь мы можем, это вот, значит, мы получили эти фи, а теперь мы можем написать, значит, вот некое фи суммарное, которое получается таким образом, что я беру, вот, использую теперь верхнюю. Беру МК, тут я беру пси мою, а тут подставляю фи-1, так далее, фи-К. Вот. Ну вот, и, да, давайте лучше я тут напишу пси суммарное, вот, вместо пси-2 штриха, тоже тогда, вот, тогда будет как бы более симметрические обозначения. Вот, ну, собственно, аксиома заключается в том, что фи суммарное равно пси суммарно. Вот. То есть, что без разницы начинать сверху или снизу, если у нас... То есть, это как бы аналог ассоциативности. Вот, хорошо. Значит, теперь давайте, прежде чем двигаться... Тут я, естественно, расскажу про симметрические, как же без этого, но я бы хотел еще сказать некоторую замечательную интерпретацию, которая на самом деле, может быть, в данный момент выглядит как нечто искусственное, но, в принципе, она чрезвычайно интересна и полезна. Продолжение следует... Вот, интерпретация такая, что вот эту вот операцию МК я ассоциирую с, на самом деле, с некоторым морфизмом в некоторой категории, в данном случае категории дельта. С отображением, напишем так, вот, значит, Н в К, вот, в категории дельта. Ну, вообще говоря, правильнее, конечно, писать Н-1, К-1, потому что у нас, вот, обозначая вот символом Н, мы обозначаем ординал 0 меньше единицы меньше Н, то есть ординал из Н плюс одного элемента, где Н больше либо равно нулю. Вот, поэтому, если я хочу, чтобы у меня всего было Н элементов и К, то я тут должен писать Н-1 и К-1. Но неважно, вот есть, значит, такая категория дельта, в которой объекты это не пустые Н ординалы, значит, соответственно, Н больше либо равно нулю. Ну, а морфизм это, значит, фи от Н в М, это такое, это, ну, отображение, при котором условие такое, что фи от И меньше либо равно фи от G, если И меньше либо равно G. Тут важно, что она может, как бы, она сохраняет порядок, но в довольно слабом смысле, в том смысле, что она может схлопывать точки, да, вот из-за того, что я тут пишу не строго меньше, а меньше либо равно, вот, например, какие-нибудь вот такие вот морфизмы, они подходят, да, это является морфизмом. Ну, а в остальном оно, как бы, сохраняет порядок. Вот, и, значит, с каждым таким отображением в дельта, ну, вот я могу, как бы, вот такой ординал представить себе, как некоторое такое уже, вот, по традиции вверх смотрящее дерево, в котором здесь будет Н хвостов, ну, да, листьев, а здесь будет, соответственно, К. Вот, ну, вот у меня есть, значит, такая штука, которая сохраняет порядок. И я теперь могу взять каждый, как бы, каждый вот лист здесь и рассмотреть его прообраз. То есть прообраз будет из себя представлять тоже некоторый ординал, на самом деле связанный, потому что, ну, потому что у меня сохраняется порядок, да, то есть это может быть, он может быть пустой. То есть, в принципе, для того, чтобы я, вот, ну, сопоставил бы нечто, в принципе, мне тут нужно написать тогда Н равно, больше либо равно минус 1, чтобы я допустил пустые ординалы тоже. Вот, ну, то есть я беру, вот это мое φ, и я беру, значит, φ минус 1 от И, где И от 1, ну, от 0, значит, до К минус 1, если мы в такой криворологии рассуждаем. Вот, вот это вот φ минус 1 от И, это снова ординал, да, вот это вот некое такое свойство, на самом деле категория дельта не единственная она с этим свойством, естественно, которое говорит о том, что я могу брать прообраз в каком-то смысле, ну, не строго, но вот я могу, вот это у меня объект, вот у объекта есть как бы некое ассоциированное с ним уже множество, а именно вот его хвостов, и я у каждого элемента этого множества могу брать прообраз, который снова элемент этой категории. Вот, ну, в общем, так или иначе, вот почему я об этом стал говорить, потому что вот эта моя пиратная композиция М от К, она на самом деле связана с морфизмом φ, а именно с каждым таким морфизмом φ я пишу О от К, тензорно на О от Фи минус 1 от 1, вот, тензорно так далее на О от Фи минус 1, от 0, извините, от К минус 1, вот, и это у меня, значит, отображается в О от Н, минус 1, О от Н, да. То есть, ну, ну, да, то есть, то есть, вот, ну, либо, либо, если совсем вот так вот говорить, что я должен написать как объекты, минус 1, вот, это, наверное, чуть более корректная запись. Тогда у меня О, оно как бы, то есть, это получается некая операция, а сами вот эти О, они нумеруются объектами некоторой категории, вот. И я просто, почему это сказал, потому что, на самом деле, да, но тут можно, конечно, ограничиться случаем, когда у нас нету О от нуля. То есть, вот, если пустое, если Фи минус 1 от И пусто, то я должен иметь некоторый канонический элемент в О от нуля, который как бы является единицей, только там не оперативной единицей, а нулярной такой единицей. В общем, неважно, если у меня Фи сюрективно, то у меня нету О от нуля. То есть, я могу рассматривать либо сюрективные Фи, и тогда у меня получается в точности то, что у меня здесь, либо я могу рассмотреть не обязательно сюрективные, но тогда это будет моделировать алгебры с единицей, операции для алгебры с единицей, и тогда у меня должна быть единица, которая принадлежит Фи О от нуля. Вот, ну, в общем, да, тогда, если вот в этой записи, если у меня какой-то Фи минус 1 от И пусто, я должен поставить сюда вот этот выделенный элемент. Вот, ну, в общем... Ну да, вот у нас же это элемент такой, то есть у нас вот, например, вот этот и этот, он перейдет вот сюда, да? Вот этот и этот могут перейти вот, допустим, сюда. Вот, ну и я, соответственно, беру для... Тогда вот прообраз Фи минус 1 от нуля будет равен чему? Будет равен вот такому, да? Будет 2 хвоста только, то есть... Не, мы берем вот прообраз одного элемента этого ординала, вот первого, то есть он имеет номер 0, да? То есть, как объект, а вот... Не, но это не есть операция, которая валидна в любой категории, это некоторая дополнительная структура на категорию, называется Operative Category. Ну, неважно, но вот в данном случае у нас есть как бы объект, ему ассоциируется некое множество. То есть в каждом, вот, например, в данном случае с каждым ординалом у нас есть множество элементов этого ординала. В любой категории вы с объектом не ассоциируете множество, правильно? Вот, и вы теперь, значит, говорите, что для каждого элемента этого множества, которое вы ассоциируете с объектом К, у вас есть другой элемент Фи минус 1, а которым есть элемент той же категории. Вот, и вы бы, ну как, ну вот давайте я нарисую тут, чтобы было, может быть, понятно, потому что это важно, да? То есть вот если у нас... Ну, в принципе, это же не обязательно такие даже деревья рисовать, но давайте уже нарисуем. Значит, вот смотрите, вот пусть у меня будет вот такой пример, тут будет 0,1,2, а тут я буду писать индекс, который, значит, прообраз. Допустим, у меня будет тут вот этот переходит в 0, вот, вот этот переходит, допустим, тоже в 0, а этот переходит в 2, а в единицу никто не переходит, да? То есть это вот означает, что я рисую такое Фи, а здесь я пишу тот, ну вот этот индекс указывает, куда этот аргумент переходит. Тогда Фи минус 1 от 0 будет у меня, соответственно, вот эти, такое дерево, с тремя, да? Вот, вот значит, Фи минус 1 от 1 будет пустым, а Фи минус 1 от 2 будет вот эти... То есть мы с 3, извините, с 4, да, тут же у нас 4, а Фи минус 1 вот от этого будет 2, вот таких. То есть, грубо говоря, вот это вот... Ну, грубо говоря, я, ну, говоря, я не знаю, может быть, более разумно, вообще говоря, имеется в виду, что я могу, если у меня есть представление n, как в сумму n равно n1 плюс так далее плюс nk, то это, на самом деле, вот это мое данное, для того, чтобы определить вот оперативную композицию, то такое данное я могу закодировать, как отображение ординалов n-1 в k-1, где n и т, Фи, где n и т равно Фи минус 1, ну, количество элементов Фи минус 1 от 3. Ну, понятно, да? То есть... Получается, вот, если бы там вторая главная единица, то тогда образы единицы и другие, то это угадывается. Про образ единицы и другие? А, вы имеете в виду, что если бы у меня было бы вот так, вот тут было бы 2, да, например? Ну, да, например, 2. Да, тогда, естественно, и тут было бы 3, и тут было бы 3. Это совершенно валидно, да, никто не запрещает, чтобы они были один. У нас же тут тоже никто не запрещает, чтобы какие-то n и т были одинаковые, да? Да. Вот здесь вот, да? Но эта вот формула, она имеет такую негоризонтальную горизонтальность. Вот, тут написано o от k минус 1. Ну, это исключительно для замутнения происходящего, но дело в том, что просто традиция заключается в том, что символом n в этой категории дельта обозначается орденал из n плюс 1 элемента, и это просто дань традиции. Вот, здесь будет n минус 1, а тут будут, соответственно, o от этих прообразов. Понятно? Вот, все, значит, смотрите, это была некая интерпретация, к которой мы будем возвращаться, когда будем говорить про n операды. Вот, значит, теперь я хочу сказать еще, ну, да, давайте, давайте я, значит, скажу такое, что вот такой вот, значит, такой, да, давайте я, значит, в этом контексте определю, что такое operado end. Вот, значит, что такое operado end от v? Еще раз. Нет, ну, это, как бы, это я, ну, я хочу просто по-другому немножко дать определение операды. Я говорю, что для каждого объекта категории дельта я, значит, имею, соответственно, вот соответствующее o, то есть оно вот теперь просто, вот эти его числа, там, k, у меня теперь объекты дельта. А композиция, вот, которая здесь обозначалась mk, она на самом деле связана с морфизмом в этой категории. Просто это так вы переговариваете, ну, на самом деле это довольно... Ну, сейчас это, наверное, непонятно должно быть, зачем я это сделал, но это очень просто, поэтому я решил это сделать сейчас. Никакого более глубокого смысла, на данный момент в этом трудно знать, что будет. Вот, значит, давайте ent от v я напишу. Вот, значит, это некоторая операда. v это объект нашей вот этой именно дальней категории. И, значит, что такое вот эта операда? Ее ente arnest — это просто вот этот внутренний home. Давайте я его вот так буду обозначать. Внутренний home в m. То есть это тоже объект будет m. Вот, из, значит, v в тензорной степени n в v. Вот, ну, то есть почему нет? То есть, значит, это вы... Если у вас есть, значит, это внутренний home, что это, собственно, такое? Ну вот, вообще говоря, категории, про которые мы ничего не предполагаем, home — это множество. Но бывают, как вы знаете, категории, в котором home является в некотором смысле объектом той же самой категории. По крайней мере, его можно рассматривать. Например, в векторных пространствах. Если у нас есть два векторных пространства, v и w, то мы можем рассматривать все линейные отображения из v и w. Но мы, конечно, можем их рассматривать как множество, но намного разумнее их рассматривать как векторное пространство. То есть вот это вот подчеркнутый home. Это когда мы home не подчеркнутый рассматриваем как элемент той же самой категории, да? Это называется внутренний home. Если не подчеркнутый, то мы рассматриваем определенные в пределах. Да, 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 да. А если не подчеркнутый, то... Ну вот здесь подчеркнуто по другим соображениям, но это можно не подчеркивать. Хотя, в принципе, можно подчеркивать, потому что это то же самое же, на самом деле. Вот, да. Ну, короче, да. И общий, значит, смысл такой, что home не подчеркнутый, то есть принимающие значения в множествах из x-тензорного y в z, оно изоморфно... Вот это требуется. Это всегда выполняется. Home вот в этот подчеркнутый home. Y в z. Ну и вы можете посмотреть, на самом деле, что во всех этих категориях, которые вы знаете и любите, ну, почти во всех, ну, в абелевых группах, там, в топологических пространствах, вот, векторных пространствах, комплексах, вот такой внутренний home существует. Вот, ну, то есть просто дело в том, что если бы это был бы не внутренний home, он бы был бы множеством. А я же хочу, как бы, мне нужно, чтобы элементы моей операды были вот элементами m, поэтому мне нужно предположить, что home есть внутренний. То есть можно ли вот здесь вот написать тоже вот такой, да? Это имеется в виду? Совершенно вы правильный вопрос задаете, ответ утвердительный, более того, это следует из аксиоматики. То есть это просто получается автоматически. Аксиоматика дается вот такова, но дальше доказывается, что на самом деле оно действительно поднимается, если вот есть такое, то оно поднимается, ну, с каким-то минимальным необходимым количеством аксиом, то оно поднимается до такого с подчеркнутыми home, да. Вы совершенно правильно сказали. Но мне на самом деле это, наверное, не нужно будет, сию секунды. Вот. Ну, и на самом деле тут, для того, чтобы такое было в топологических пространствах, там на самом деле на них надо что-то предполагать, да, как это называется компания. Я не очень, к сожалению, в этом хорошо разбираюсь, но вообще для всех топологических пространств возникают сложности с таким внутренним home, но там на самом деле, чтобы был вот такой junction, должно быть компактно порожденное топологическое пространство или что-то такое. Ну, в общем, об этом написано во множестве книжек, но просто я, значит, не буду давать точное определение, ну вот, но, в общем, тут должны быть какие-то компактно порожденные или что-то такое. То есть там, ну, в общем, нужно какое-то дополнительное условие. Я, к сожалению, не могу содержательным образом в данный момент прокомментировать, в чем проблема, если я рассматриваю все топологические пространства. На принципе, кто-нибудь может вызваться и потом сказать в следующий раз, будет очень интересно послушать. Вот, ну, значит, вот. Хорошо, значит, теперь, хорошо, вот я определил такую штуку, почему вот этой формулой. Значит, это опера, это вот некое для любого, то есть это, значит, смысл какой, и что для любого объекта В у меня есть некоторая оператор М. Теперь, значит, пусть О несимметрическая оператор, несимметрическая оператор ВМ, вот, и В объект М. вот, тогда структура О-алгебра на В это морфизма-пират вот в этот энд от В. Значит, для того, чтобы такое сказать, мне надо было бы до этого сказать, что такое морфизма-пират, да? Значит, давайте мы сейчас скажем, что такое морфизма-пират, и попробуем понять, почему это верно. Ну ладно, или мы сделаем перерыв лучше, а что-то понять мы попробуем уже после перерыва. Что? Давайте я, ну, я понял, да, конечно, я это не сказал, но сейчас, я сначала скажу, что такое морфизма-пират, если позволите. Так, значит, вот это мы... А, тут написано, что такое оператор. А, что-нибудь здесь смотрим. Я не понял, ну, еще раз, пожалуйста. Ну, у нас не можем на языке просто в самой русской игре сказать, что такое хрень-пират в плане нечезли. Сказать... Да. И без... На самом деле, да, это хороший вопрос, мы на самом деле можем, да. Ну, давайте... Не, я понял вопрос, да, давайте... Ну, я не буду всю секунду отличаться, но я понимаю, о чем я речь. Давайте, ну, немножко... Ну, давайте потом как-нибудь сказать, мы вернемся, да, я запомню. Так, вот. Значит, морфизм оператор О1, О, В, штрих. Несимметрический в данном случае, но симметрический то же самое. Значит, это значит, для любого n, больше либо равно нуля, или единицы, у нас должно быть отображение некоторое φ от n, О от n, В, штрих от n, ну, которое отображение в нашей этой категории n, которые эти штуки принадлежат, да, и оно должно быть, значит, переводить единицу, значит, у нас φ от единицы должно переводить в единицу, в О, в единицу, в О штрих. Вот. И φ должно коммутировать с вот этими mk, для любого k. То есть, как это сказать, это должно быть, значит, если бы сначала должно быть mk вот, с φ на φ. Вот. То есть, грубо говоря, должно быть такое, в каждой армности мы должны одно отобразить в другое, значит, но это должно быть согласовано с единицами и вот с этой вот композицией mk, то есть это означает, что ну да, то есть это означает, что вы можете сначала применить mk, а потом применить φ. Или вы можете сначала каждому члену применить... А, тут на самом деле k плюс 1 надо написать. k плюс 1, раз, извиняюсь. Вы можете каждому вот этому k плюс 1 аргументу применить φ, а после этого применить m, только вот здесь будет m, значит, в эпираде О, 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 а тут будет m в эпираде О, вот. Ну, потому что у вас тут k плюс 1 аргумент, вот есть первый o от k и есть o от n1, o от nk, и каждому надо применять φ. Ага. Что? Я не слышу, можете погромче, чуть-чуть не слышу? А, у меня с композиции там есть 4 кисточки, где я делаю. Вот здесь? Здесь? А, здесь φ. Ну, да, да, правильно, да, вы правильно сказали, Спасибо, да. Вот, ну, вот, это значит вот такое. Теперь будем вопрос, естественно, что такое композиция вот в этом home от v к степени, значит, вот это. Значит, вот что вам нужно показать? Вот у вас есть из v, ну, в принципе, если мы об этом думаем как о векторных пространствах, например, или о чем-то таком, то тут все очевидно. Вот у нас есть там некоторый элемент end от k, end v от k, да, он вот такой. есть еще v от n1, v, так далее, v от nk, v, да, и вы должны вот это все тело как бы скомпонировать и получить некоторое отображение из v в степени n1 плюс-плюс-плюс-нk в v. Ну, совершенно понятно, что вот если у вас есть v в степени n1 плюс-плюс-нk, то вы говорите, что эта штука изоморфна vn1 умножить на vn2 на vnk. Вот. Дальше вы каждый из них можете отобразить v, вот, собственно, вот этими вот вашими делами, да, v, сейчас я можно сначала только договорю, если позволите, v, вот, а теперь вторым, вот, то есть, значит, тут у меня будет, соответственно, psi, да, в наших обозначениях, а тут psi1 и так далее, psi k. Вот здесь я применяю psi1, psi2, psi k, а тут я применяю psi. Вот, только это нужно сказать немножко более аккуратно, имея в виду, что я все-таки имею дело с этим внутренним хомом, но вот можете подумать, как это сказать, чтобы это было валидно в общем случае, да, мы это скажем точно в следующий раз. Хорошо, да? Ну, можно просто, потому что это как бы не совсем вот такие, то есть, когда я рисую такие стрелки, это я подозреваю некое множество, а на самом деле это объект категории, это нечто другое, но можно тем не менее, да, кто-то был вопрос какой-то, да? вот здесь, это identity от O, а это identity от O', это O, у нас в каждой операде есть, в операде O, есть identity, которая принадлежит O от 1, и в операде O' есть identity, которая принадлежит O' от 1, а с другой стороны у меня есть вот это φ, которая переводит O от 1 в O' от 1, условие, что она переводит identity в identity. Да. Элемент? Ну, это, 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 это хороший вопрос, на самом деле, да, это хороший вопрос. Ну, ладно, я понял, да, это правильный вопрос, да, ну, да, допустим, пока будет так, хотя тут есть некоторая несуразность, да, согласен. Ну да, то есть, это подозревает, что мы, ну, на самом деле, давайте, я не хочу сейчас просто, ну, в наших примерах это понятно, а в общем случае я потом скажу, ладно? Он правильно совершенно говорит, потому что, если это объект категории, то как я могу, значит, ну, это на самом деле должен быть некоторый, ну, когда у вас есть в этой формалистике, вы должны рассмотреть, как бы, функтор из конечного объекта в ваш объект, то есть, из конечного объекта, то есть, того, в который есть единственный морфизм из любого объекта, а теперь, наоборот, этот конечный объект рассматривать как первый аргумент, и тогда, ну, то есть, грубо говоря, если у вас есть топологическое пространство, то про точки этого топологического пространства можно думать, как хомо из точки в ваше топологическое пространство. Ну, вот какая-то такая интерпретация, ну, я сейчас не буду более детально говорить. Вот, ну, хорошо, значит, теперь давайте мы сделаем перерыв, а потом мы поймем, почему, мы потом определим операцию ассоциативной алгебры, и попробуем, значит, объяснить, почему ассоциативная алгебра, это действительно то же самое, что хомо, вот будет такое упражнение, которое я тут сделаю, очень простое, что для операции ассоциативных алгебр, которую я определю, вот это все, эта система определений, действительно работает, то есть, что значит это самое, вот, такой хомо, это то же самое, что структура ассоциативной алгебры на В. Давайте вот мы минут через 5-6 собираемся снова. Вот. А вот это, я не знаю, там вроде бы предлагалось не делать. Давайте. Не останавливаем. Да. Вот сюда. Здесь, да, все. Все. Продолжение следует... 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 конечно или одноэлементное множество с этими симметрическими потом чуть попозже будем возиться то есть тогда значит это просто одноэлементное множество во множествах и одномерное векторное пространство потому что ну как бы если мы не меняем порядок то у нас на n элементах любой ассоциативной алгебры а есть на самом деле ровно одна операция x1 умножить на x2 умножить на x если мы разрешаем менять порядок н факториал заключается в том почему я решаю меня рассматривать симметрические операторы или несимметрические на самом деле несимметрические конечно проще но мне нужно мало что описать вот например для ассоциативной алгебры их вот сейчас как я покажу можно описать как алгебру над несимметрической вот такой операторы ассоц где кстати композиция просто это умножение да то есть вот у вас есть к на к на к она просто умножается вот получается другой к а и например если у вас коммутативные алгебры или лиевские или там n-кратные пространства петель то вам уже нужны какие-то симметрии вот и собственно вот эта наука про n операды которые на самом деле в каком-то смысле мы хотим минимизировать симметрии то есть мы хотим рассматривать и минимизировать количество симметрии то есть мы рассматриваем не всю симметрическую группу а мы как бы не заменяем так называемые квазипроекции объект на сборке уровня деревьев то есть мы рассматриваем только те элементы симметрической группы которые нам действительно нужны вот ну вот в общем случае я честно говоря кроме вот опера до ассоци и резольвент разных типов там а бесконечность я не знаю на самом деле примеров которыми можно вот эти симметрические ну ладно да там да то есть на самом деле буквально симметрической операдой вот кроме вот этого примера и некоторых его небольших вариаций ничего только написать нельзя но тем не менее этот пример можно давайте значит почему у нас почему ассоц ассоц как операда в это то же самое что ассоциативная алгебра ассоциативная алгебра на вассоц но у вас одномерно там за на произведение это тоже над полем же в данном случае происходит то есть вы просто берете перемножается одномерное пространство а вопрос был бы если у вас даже во множество что тоже валидно это будет просто . вы просто берете точек прямое произведение приходит в еще одну точку так что то же самое на другую что такое вот такой вот морфизм оператор значит для любого мы должны сделать такое отображение ассоц н в ну вот такой внутренний хон из в степени н в и так чтобы это было ну вот тут у нас равно к и это должно быть отображение векторных пространств вот если мы должны такое сделать то есть это получается что тут мы можем задать это на единицы не значит единица приходит в некоторую операцию пси н там какую-то из в степени н в ну вот я теперь пользуюсь вот таким например смотрите что вот если вот этот adjunction который там был написан что если я беру хомат к вот во внутренний хомат в степени н в вот это то же самое что хомат к на в степени н уже не внутренний да так что то же самое что хомат из в степени н в то есть это самый обычный хомат который уже есть множество вот это в общем то я имею тут ввиду что я для каждого к должен вот я использую негласно этот adjunction вот я получаю некоторое но это в общем такие можно на это не обращать внимание если честно в общем я к каждой единице составляю некоторое пси н которая есть значит эта операция в частности я при н равно единице у меня есть identity а так как она одномерная тут единица обязана быть identity так как identity есть по а таксиоматике да равно identity ну да да я забыл сказать что в этой операции and собственно вот identity вот то что должно быть это просто вот and identity в от единицы это значит эта штука равна хома и звали мы будут у вас тут есть просто identity как вот хорошо значит вот и то есть у нас есть для каждого казалось бы такие операции казалось бы слишком много зачем нам столько нужно у нас в ассоциативной алгебре есть только операция из в квадрате в да и ничего больше нету но окей значит давайте посмотрим при н равно 2 у нас действительно получается некоторое пси-2 которая будет из в квадрате в вот а теперь зададимся вопросом а можно ли выразить там пси-3 например у нас есть там пси-3 вот которая будет значит из в кубе в вот можно ли выразить через пси-2 ну на самом деле можно конечно используя вот это что вот это отображение операт хи должно быть согласовано с композицией то есть у меня элемент вот здесь вот в ассоциативе вот ну он тоже равен к конечно но я могу его получить как композицию двух элементов я могу рассмотреть как композицию м2 вот ассоциативе вот здесь будет identity которая принадлежит в ассоциативе вот а тут будет пси которая принадлежит в ассоциативе сейчас я значит подставить единицу которая принадлежит в ассоциативе и пси снова же которая то есть давайте давайте вот так вот здесь единица вот во второй компоненте ну да давай единица только давайте описать имею ввиду что это вот во второй компоненте единиц ассоциативе понятно да что у меня в каждой армии сидит просто к я обозначаю вот единица к это вот просто единицу которая единица которая сидит у нас от ска вот в этой армии стека вот ну и конечно так как у меня все одномерно я и композиции это просто умножение но я могу взять там я могу просто вот армии с 2 мне ниоткуда не следует я не могу получить как композицию в армии стих 1 но коль скоро я имею вот эту вот единицу в армии стебла я все другие единицы там варности 3 4 и так далее могу получать через композиции правильно да это 2 да то есть это вот ситуация такая что вот я беру значит вот такую штук у вас здесь у меня пси и сюда подставляют подставляю вот тут все а тут это айдентитис она не может потому что я его так определил в вот вот в этом в этом в аппарате ассоц это по определенному теоретически может но я его определяю как произведение поэтому единица приходит в единица поэтому отцена следует что если я как бы что мне достаточно знать единицу которая есть единица в армии стебла вот в этом к которая есть операции в армии стебла чтобы получить единицу в армии 1 из этого я же получаю единицы во всех армии стих через вот эту вот композицию операции ассоц сейчас все два да ну вот все к вот в этом смысле все три это фи от единица 3 да то есть это образ вот в этом самом есть смотрите смотрите есть две можно скажу есть 2 аппараты есть а пирода осет мне все одномерно есть аппарата энд в этой девице это элементы оператор а вот эти вот этот пси это элементы оператор в этой энтв и они связаны таким образом что вот я рассматриваю морфизм оператор вот психика ты это просто фи от единицы к то понятно но просто и речь идет о том что в самой операде Ассоц структура очень проста, то есть как операда, она порождена в смысле вот этой композиции бинарными операциями и унарными. Но унарная она есть всегда, вот эта единица, вот она порождена этой единицей и единственной вот венливой там бинарной операцией. И если мы имеем вот, соответственно, вот эту вот, то есть если вот identity, которая равна 1,1 и некоторый там элемент единица 2, вот эти вот два элемента, вот это принадлежит Ассоц 1, вот это принадлежит Ассоц 2, вот эти два элемента, они порождают всю вот эту операду Ассоц в смысле вот этого компонирования. То есть мы любой другой элемент, которых, как мы знаем, не бог сколько много, просто одномерное там пространство в каждой аргусте, но тем не менее мы это одномерное пространство не единственным образом, и сейчас это будет фигурировать, можем получить как композицию там в этой аргусте 1 и аргусте 2, итерированную. Понятно, да? Вот, ну и теперь мы действительно, то есть у нас, знаешь, получается, что у нас не единственным образом это можем получить, но по крайней мере так, что мы можем получить, это означает, что вот если мы хотим морфизм от пират задать, то нам на самом деле надо задать только образ варности 1, который по определению identity, и вот этот образ варности 2, который некоторый вот, вот этот самый фи. Нет, при этом, значит, тут надо обратить внимание на тот факт, что мы единицу варности 3 в эпираде Ассоц можем получить двумя способами, которые нам как раз дадут эту вот ассоциативность. Вот, значит, смотрите, давайте вот еще раз взглянем на вот это вот Ассоц 3, которое, естественно, равно k. Значит, как мы можем получить элементы в Ассоц 3? Мы можем насмотреть m2 от единицы 2, значит, а тут можно написать единица в Ассоц. Вот, это вот в Ассоц 2, вот, а тут будет единица в Ассоц 1, и снова 1, 2 в Ассоц 2. Вот, и это мы знаем, вот, да, мы тут можем взять, что у нас есть там единица, 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 мы перемножаем, получаем единицу. И из-за того, что это задается вот этим умножением единиц, это оказывается в эпираде Ассоц, оказывается тем же самым, что m2 от единицы 2, а тут мы меняем местами, тут на первое место мы ставим единицу 2, а на второе – identity, да, то есть это оказывается тем же самым элементом, просто. Ну, потому что и то, и то равно единице в одномерном пространстве. Но тем не менее, это некоторое тожество на самом деле в эпираде Ассоц. И это тожество должно, когда мы рассматриваем морфизм апирад, фи, оно должно, вот теперь мы рассматриваем фи из этой апирады Ассоц в апираду m2, и это тожество должно перейти в какое-то нетривиальное, ну, какое-то тожество. И это тожество, в которое оно переходит, уже оказывается нетривиальным. По той причине, что фи от единицы 2 – это некоторое пси, значит, которое из v в квадрате, v, и это уже нечто, да, то есть мы не знаем, что. Ну, естественно, фи от единицы в единице – это просто identity из v, v. Вот, ну, и мы, значит, теперь, если у нас есть такое тожество, мы можем к этому тожеству применить просто фи, нашу, вот эту морфизм апирад, вот мы пишем фи к этой части, значит, равно фи к этой части, да. Вот, а теперь мы можем, значит, написать, что вот тут у нас где-то было, что, а, вот, что вот это вот фи, значит, от m какого-то это, наоборот, m, если мы сначала применяем фи, а потом m в другой апираде. Ну, поэтому это следует, что вот, вот если мы теперь, вот это было m в апираде асоц, и это было m в апираде асоц, вот, а теперь, значит, отсюда следует, что m в апираде m2, 2, от фи, пси, сейчас я напишу, а потом отвечу на вопросы, если они будут. Вот, вот, identity, пси, это то же самое, что m2 в апираде асоц, вот, а тут, значит, пси, пси-identity. То есть, грубо говоря, я получил, что, вот, напираю, что если у меня есть морфизм апирад, то вот такие, значит, штуки, вот здесь у меня вот это пси сидит, здесь identity, вот, и здесь снова пси, вот, оно должно быть равно, вот, пси, тут, значит, вот, пси, и тут, вот, identity. Вот, что, как вы видите, есть просто в чистом виде ассоциативность, если мы пси интерпретируем как, вот, собственно, умножение в нашей алгебре. То есть, мы получили, что есть некая бинарная операция пси, которая определяется как образ единицы 2, да, она есть, значит, в этой, соответственно, из v в квадрате v, где-то было написано, вот. И она, оказывается, что она должна быть равна, что она должна удовлетворять некоторой ассоциативности, которая, в свою очередь, является следствием совершенно тавтологической просто ассоциативности, которая у нас есть в этой вот операде ассоц, несимметрической. Понятно, да? Да, да, мы сначала завираемся, потом навесили фи, а потом мы используем, что, так как у нас фи, это морфизм от пират, то у нас фи коммутирует, да, то есть мы фи можем перевесить к аргументам. Не, вот у нас тут оно с этой стороны, а теперь я хочу фи перебросить вот внутрь к аргументам, вот, и я так и делаю. То есть, ну, давайте я напишу, например, вот здесь я должен получить, что n, значит, уже в операде n2, да, вот, а тут у меня будет, соответственно, значит, фи от единицы 2, вот, а тут будет фи… Нет, давайте, 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 нет, давайте я, ну, смотрите, ну, это реально очень просто, я просто… Сейчас, да, 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 а я написал, ой, 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 это ошибка, да, вы абсолютно правильно заметили, конечно, конечно, я имел в виду это, но просто уже… Все, да, теперь все понятно, да, значит, я изменяюсь, да, то есть вот тут я написал правильно, что вот m, фи от m, асоц, да, ну, значит, будет m от n, конечно, да, спасибо. Вот, да, мы получаем такую, значит, уже ассоциативность, более того, из этого там нетрудно просто элементарно заключить, что на самом деле при любом таком вот этом самом пси, который удовлетворяет этой ассоциативности, мы получаем морфизм-операт. Да, то есть морфизм-операт, вот из ассоц, морфизм-операт – это означает, что мы должны что-то задать в любой арности, да, вот, вызывает такой морфизм-операт – это то же самое, что задать единственное просто вот пси 2, то есть о в арности 2 задать некоторое пси, которое есть из v, отображение из v в квадрате v, которое ассоциативно и точка. Потому что, ну, на самом деле, можно, конечно, вы можете сказать, что там в варности 4, в варности 5, в веб-раде ассоц, у меня еще больше таких патологических возможностей комбинировать вот эти вот единицы бинарные и так далее, но они все абсолютно следуют вот из этого тождества в варности 3. Ну, на самом деле, это, если угодно, это некая задачка. Вот, ну, то есть, ну, понимаете, да, что утверждается, или не очень понятно? Ну, это же все делали на первом курсе, какие-то там ассоциативности, вообще она ассоциативность следует, но есть. Ну, совершенно верно, только это имеется в виду. Я же не знаю, что вы на первом курсе. Не, ну, я понимаю, что для вас это должно быть там несложно, либо известно, либо совсем несложно. Нет, ну, мы задали, видите, вот, у нас вот такой M2, вот, или вот, если вот вы об этом, вот у меня есть, как бы, вот у меня это переписывается так, что фи от M, нет? Да, потому что 1 умножить на 1 умножить на 1 равно 1, то есть вы знаете, как устроена оперативная композиция, оперативная ассоциативность, это просто произведение элементов поля К. Да, вы и так определяете, у вас получается дофига тождеств, как бы, совершенно тавтологически тупых, как бы. Но, тем не менее, эти тавтологически тупые тождества, они транслируются в какие-то уже содержательные тождества, когда вы рассматриваете морфизм операт. Понятно, да? Значит, смотрите, вот уже, наверное, я хочу просто сегодня, уже можно, знаете, там симметрические оперативные, по сути, делают то же самое в смысле формализма, но некая, значит, существенная разница заключается в том, что, рассматривая действия симметрических групп, мы совершенно расширяем возможность того, о чем мы говорим. То есть тут вот мы, кроме там ассоциативных алгебр и каких-то гематопических вариаций, типа бесконечность там или что-то такое, ничего не можем определить, не используя действия симметрических группы. Но, тем не менее, значит, для того, чтобы определить там какие-то коннотативные алгебры, алгебры Ли и вообще реальные какие-то алгебрические структуры, нам нужно, у нас тождества устроено таким образом, что мы должны вот переменять местами. Видите, вот у нас, например, в коннотативной алгебре есть такое тождество, да? И вот в алгебре Ли есть такое тождество, х1, х2, х3 плюс х2, х3, х1 там, ну да, плюс там и так далее, равно нулю. Ну или вообще даже скобка коссимметрична, тоже, кстати, вариант, х1, х2 равно минус х2, х1. Ну и вообще, чтобы вот задавать подобным образом, ну вы уже поняли, что значит подобным образом, я так думаю, но чтобы вот задавать такие операции, в которых в соотношениях у нас есть некоторые просто чисто формально перестановки аргументов, то есть имеется в виду, что вот если мы рассматриваем это как некое формальное слово, то у нас как бы порядок, в котором входят эти буквы, оно в разных членах этого соотношения разное. Это такое, а это, в общем, почти все так. Вот такое можно уже рассматривать, для этого нужно рассматривать действия симметрической группы, и тогда уже это все запросто можно говорить, и это мы рассмотрим в следующий раз. Но я хочу сегодня закончить еще чуточку, я поговорю совсем недолго. Я хочу закончить таким примером, что вот, собственно, правильный кратное пространство петель, что это все на самом деле придумал понятие операции, ну вообще неизвестно, кто это придумал, там есть понятие, есть мнение, что Мэй, есть мнение, что Боргман-Фокт, примерно в одно и то же время, в общем, вроде все-таки Мэй, а у Боргана-Фокта было что-то, может быть, более общее, но раньше. Ну, в общем, я тут не могу четко сказать. По-моему, у Мэй это было в 72-м году эта книжка вышла, а у Боргана-Фокта, или в 71-м, а у Боргана-Фокта в 72-м, в общем, уже это было очень много лет назад. В общем, задача, которая волновала, по крайней мере, Мэя, это была, в то время была, как бы развивалась активная категория, и поэтому люди интересовались пространствами, которые кратные пространства петель, или даже бесконечно кратные. Вот, ну, в общем, короче говоря, в сухом остатке задача была, вот если у нас есть топологическое пространство Y, вот, с отмеченной точкой, вот, и есть, значит, теперь н-кратное пространство петель от Y, вот, это некая X. И вот мы хотим, значит, глядя на пространство X, которое, возможно, является н-кратным пространством петель, а, возможно, нет, от некоторого Y, значит, определить, является оно таковым или нет, и заодно понять, что такое это Y, если ответ положительный. Вот это вот задача, которой, значит, занимался Мэй. Это называется, там, что-то там, делупинг или как-то так, то есть распетливая. Вот, и, значит, заодно, то, что у него... Да, и, собственно, для того, чтобы, по крайней мере, охарактеризовать, когда, значит, это вот является таковым, он изобрел понятие операды. Ну, собственно, вот, первым, наверное, вообще, примером операли, таким образом, была операда маленьких дисков, которую сейчас люди, значит, изображают, как операды маленьких кубиков, ну, в общем, это одно и то же. Причем, смысл в том, что вот эта вот операда Е, ну, Н, ну, давайте Е2 для начала, это операда маленьких дисков. На самом деле, вот здесь стоит размерность, не арность, а размерность, то есть операда, она может быть совершенно любой, маленьких дисков. Вот, ну, значит, вот у вас есть Е2 от какого-то N, арности N, значит, что это такое? Это у вас конфигурационное пространство, конфигурационное пространство дисков, не пересекающихся, не пересекающихся, пронумерованных, ну, это будет симметрическая операда, поэтому давайте я напишу пронумерованных, а что такое симметрическая операда, в следующий раз определю. Дисков внутри диска радиуса 1. Пространство не пересекающихся пронумерованных N дисков внутри диска радиуса 1. То есть точкой этого пространства является, вот, например, при N равно 3, вот такая вот конфигурация. Вот у вас есть диск радиуса 1, и есть тут маленькие диски разных радиусов, которые не пересекаются. Они как-то пронумерованы. И вот это, вот это, вот это, вот это, вот это точка пространства E3 от, E2 от 3. То есть, короче говоря, когда у нас, ну, можно на этом деле на таких точках задать стопологию, конечно. Есть генетические диски. А? Генетические диски. На что я имею в виду? Ну, в смысле, никак не сказаться не могут именно диски. Ну, да, да, лучше, да, да, то есть даже. Не, ну, можно делать это с кубиками, и когда кубики, то, в принципе, там есть возможность их растягивать в полиэнепипеды, но в дисках просто диски, да. Вот. И вот, значит, теперь, да, вот утверждается, что это, значит, некое, что вот, например, E2, да, ну, вот можно еще сказать, что такое оператор E1. Но E1N, это значит, что мы должны взять внутри единичного отрезка, вот должны взять, выкинуть или там нарисовать, я не знаю, выкинуть, наверное, каких-то N меньших отрезков, которые не пересекаются. И вот это как бы конфигурационное пространство. На самом деле, если мы хотим определить гометопический тип этого пространства, мы можем каждый выкинутый отрезок заменить на его центр. То же самое, в общем-то, и тут. Мы можем каждый диск заменить на его центр, и тогда то, что этот диск еще может иметь какой-то радиус, это уже на гометопический тип не влияет. То есть у нас получается, что это просто внутри диска конфигурационное пространство N точек, которые попарно различны. Вот, но проблема в том, что если мы как бы задаем его так, как N точек, то на этом нет структуры операторы. Тогда мы должны разрешать точкам слепаться, но причем слепаться именным образом. То есть не просто схлопываться, как это сейчас называется в пространстве рана, а как бы когда мы несколько точек схлопываем, мы должны как бы приклеить туда вот как бы раздуть это в этих точках. Но это просто тоже другой вариант. Это называется операда Фултона-Макферсона, которая служит той цели. Вот, но в общем, короче говоря, давайте пока так рассуждать. Вот у нас есть диски. Это некогда, вот, например, при N равно 2, мы очевидно понимаем, что E2O2 – это гометопическая окружность, да, потому что у нас есть как бы два диска, один и два, которые мы можем рассматривать, в принципе, как, ну, вот, точки. Можно считать, что мы их заменяем на центры. Ну, тогда, конечно, там много всяких есть возможностей их так вот расположить взаимно. Но если мы считаем гометопический тип, то на самом деле, единственное, что элевантно, это если мы их заменяем на их центры, то там может быть такая вот окружность, когда один диск обходит вокруг другого, когда одна точка уже обходит вокруг другого. То есть у нас получается в каком-то смысле, ну, гометопически то же самое, что две точки на плоскости, которые не равны, и это уже как бы окружность гометопическая. То есть гометопически – это окружность, и мы, и так далее. То есть это получается некоторая довольно нетривиальная, значит, история. Топологические пространства. Значит, теперь, как на этом говорится структура операды, это я вам очень легко могу сказать, только я немножко опущу, как бы, ну, формально у нас пока не было симметрических операд, но мы это установим в следующий раз, а композиция, то она все равно должна быть композицией, поэтому тут как бы деваться некуда. Может быть, кто-то мне сам скажет, если только не знает. Если знает, то молчите, пожалуйста. Вот как, если кто-то не знает, вот как мне сделать вот эту историю, значит, операдой? Есть идея? Ну да, именно так. То есть, если у меня есть, например, E2 от K, это означает, что у меня есть там, ну, элемент конфигурационного пространства, то есть там K пронумерованных там как-то дисков внутри диска, да? И теперь у меня есть E1, E2, извините, M1, так далее, E2, Mk. Вот. Ну, тут у меня, значит, есть уже M там сколько-то, там M1 пронумерованных дисков, там тут есть, соответственно, Mk. фонумерованных дисков. Ну и то, что я могу сделать, это я могу, теперь тут же это как бы диски, я могу их подобно изменить, как бы сделать такую гомотетию и вклеить вот этот вот диск на место первого. То есть здесь у меня уже будет, соответственно, вот эта вот картинка вместо первого диска, вот в этой исходной конфигурации, только она будет подобно уменьшена, да? Вот я могу даже попробовать ее точно так же нарисовать. Вот. Ну и после этого вот этот диск я уже должен, конечно, стереть. И у меня один стертый диск заменяется вот на M1 дисках поменьше. Понятно, да? То же самое я сделаю со вторым, с третьим я вклею, вот этот я вклею, соответственно, вот эту вкатой. Последнее. Ну и то же самое, подобно там изменю. Здесь можно нарисовать. Картинка будет вот такая. Вот. А это я сотру. Ну вот. И получается, значит, некая оператная такая вот композиция. Ну вот. И вы признаете, что эта операда, алгебра над этой операдой, они, ну, более-менее, то же самое, что м-кратные пространства петель. То есть Мэй доказал такую теорему, что пусть х, алгебра над операдой, допустим, Е2, топологическое пространство, да, пространство, и пусть дополнительно пи 0 от х группа. связано, то этого условия как бы нету, а если ни одна связана, то должна быть группа. Связанные компоненты должны быть группой. тогда х слабо эквивалентна оймега 2 от некоторого у. Вот почему тут стоит 2? Потому что у меня операда Е2. Если бы я рассматривал бы операду Еn, то есть такие же диски, только в н-мерном пространстве, то я бы получил соответствующее утверждение для н-кратных пространств петель. Ну вот, на самом деле эта теорема довольно сложная в сторону того, что если у нас есть какая-то алгебра над этой операдой, то она, соответственно, является слабо эквивалентна пространству н-кратному пространству петель. Но вот можно очень легко, я прямо сейчас это сделаю и на этом закончу. Объяснить, почему если у меня пространство есть, н-кратное пространство петель, то оно является алгеброй над этой операдой. То есть мне значит, что мне нужно как бы для этого дела построить? еще раз. что такое урек? Н-кратное пространство, вот так. Существует, да. Нет, то есть признаться, что для, что если у меня х это алгебра над операдой Е2, то это х слабо гомотопически эквивалентна, значит, вот, слабо эквивалентна, вот омега 2 от урек для некоторого урек. Вот, значит, как, допустим, пусть я знаю, пусть х это, допустим, омега квадрат у, значит, как мне сделать, значит, почему х это алгебра над, почему х алгебра над операдой над операдой Е2. Ну, для того, чтобы это было алгебра, я должен определить там Е2 в степени Н на х в степени, ну, тут уже прямое произведение у меня, х в прямой степени Н в х, да, потому что вот по этому присоединенности, которую я рисовал, это то же самое, что отображение, ну, короче, мне нужно вот такие вот дела определить, отображение топологических пространств, некие ружные. Ну, допустим, я знаю, что я знаю, что х это омега 2 от у, ну, тогда, значит, как мне это дело определить, я могу, значит, омега 2 от точку омега 2 от у, я могу представлять себе как отображение диска в у, да, это диск D2, при котором, замкнутый, при котором граница переходит в отмеченную точку, в отмеченную точку, да, то есть, вот тут я должен взять Н точек, значит, моего пространства х, про которые я знаю, что это омега 2 от у и построить некоторую, взять элемент операды, то есть, некую конфигурацию этих дисков и построить некоторую, значит, новую точку, да, вот, я теперь говорю, что просто я интерпретирую точки вот этого омега 2 от у как отображение дисков в у, причем и в ту, и в другую сторону, естественно, в смысле, и точку так, и любое такое будет точкой, при которой граница диска переходит, значит, в отличную точку. Ну вот, теперь предположим, что у меня есть, значит, вот, n таких вот точек, то есть, у меня есть, допустим, точка x1, которая есть отображение d2 в мою y, ну, можно написать, наверное, d2, s1, там, в y, отмеченная точка, давайте так, и так далее, xn, которая есть, d2, s1, в y, отличная точка, вот, и теперь у меня есть, соответственно, элемент, элемент, плинс, элемент вот этой самой операды e2t. Я хочу, по нему, по всему вот этому данному, построить каким-то образом новый элемент, новый элемент, то есть, новое отображение из d2, s1, значит, выиграет отличная точка. Есть какие-то идеи, как я должен это делать? Да. А не надо, чтобы пинолит x-абель? Что? Не надо, чтобы пинолит x-абель? Чтобы пинолит x-абель была? Ну, вот, вроде бы, если это будет группой, то это, вроде, довольно автоматически получается, мне кажется. Что сразу? Мне кажется, ну, да, 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 ну, давайте это, сейчас я пока, по-моему, да, но давайте сейчас, вот я в эту сторону, просто для этого это даже не нужно. То есть, после, я уже знаю, что, не, ну, вы правильно говорите, что начиная с соника 2, пинолит, естественно, адреса группа, но при мега 1, это группа, но при этом требовать надо, что это группа, и тогда все остальное, насколько я понимаю, получается автоматически. вот, вот, ну, как мне определить действие оператора-то? Вот у меня есть N отображений вот этих дисков каких-то, в игрек, при котором граница диска приходит в отличную точку. Есть такой элемент, есть элемент E2N, то есть какая-то конфигурация вот N дисков, и я по этому делу хочу N дисков, построить некоторые новые элементы отображения диска, в игрек, при котором граница выходит в отличную точку. Ну, пожалуйста, я должен определить новый элемент следующим образом. Я должен взять вот эту мою конфигурацию дисков, которая задается вот этим элементом. Вот. N. 1, 2, 3, 4, N. Вот. Теперь я определяю отображение вот на диске, на этом большом диске в игрек. Значит, я его как определяю? Я там, где у меня первый диск, я его определяю вот как первое отображение. То есть вот здесь вот у меня это отображение будет определено как X1, но только подобно там надо расти, ну, сначала как бы сделать гоматотию диска, немножко меньший диск, и взять композицию вот эту самую вот X1. Вот здесь я это отображаю как X2, так далее, N как XN. То есть вот в каждый вот этот диск я втрирую соответствующее отображение из дисков пространства игрек, при которых граница, окружность переходит в отмеченную точку. А все остальное, я естественно отмечаю, все остальное у меня переходит в отмеченную точку. То есть вот все, что у меня, вот этих вот дисков, переходит в отмеченную точку. Вот такая конструкция. И можно показать, что это, ну, мы там в следующий раз это там обсудим в деталях, просто это как некая дополнительная мотивация, что для чего это все было придумано. Вот, можно показать, что это действительно является, ну, алгеброй над операдой, то есть то же самое, как у нас там было в очень простом примере операда Асот, что вот у нас есть там композиция, вот на уровне вот этой операды Е2 есть вот такое вот действие, и оно, значит, вот согласовано вот в этом смысле. То есть то, что мы действительно получаем алгебру эндоперадой. Вот, ну, вот это было замечание, и потом, значит, мы на самом деле доказали две теоремы. Одна теорема вот эта, которую мы обсудим, ну, я надеюсь, а вторая теорема, она еще интереснее. Вторая теорема, она называется, по-моему, recognition, мы recognition, или что-то такое. То есть это про то, как написать, как не просто понять, верно это или неверно, а, допустим, если это верно, то есть если на хе есть действие вот такой вот этой самой операды, как нам задать, как нам определить, что такое пространство y. И оказывается, это тоже можно через некоторые монадные бар-конструкции, вот, и мы это, я надеюсь, обсудим. Да, на х, значит, первое утверждение, что если пеноли от х – это группа, и на нем действует вот эта операда Е2, например, в данном случае, то тогда х – это омега 2 от какого-то y. От какого, мы не знаем. А второе, значит, то, что вот это вот y можно определить с точностью там до слабой гомотопической ухваловенности, вот просто исходя из действия вот этой операды, как бы. Нет, ну, то есть, есть просто сначала что и утверждение, что если на хе, у которого пеноли группа, действует операда, то х – это омега 2 от y для какого-то y. Оказывается, что этот y более-менее единственный, в случае до слабого гомотопического типа, и его можно определить вот в некоторой такой алгебраической, то, что называется, монадный балл конструкции для вот этой операды, как бы. Если вот эта вот и нет в теореме существования? Да, да, да. Она не дает ответ для… Первая теорема не дает ответ для y, да. А вторая теорема дает ответ для y, ну, как бы, нет ответа для y. Слава гомотопического типа, да. Понятно, как будет для степлятного фонсации детей, а это слабый конвуалентный алгебра. Какая структура алгебры. Какая структура алгебры. Да. Это мы потом обсудим. Это слишком сложно сейчас. Все, тогда мы на сегодня закончили. Я буду все-таки стараться в полтора часа укладываться, но вот буду стараться, не знаю, как будет получать. Скажем так. До встречи! Продолжение следует...